МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это подтверждает исследование Росстата. Доля трат на питание дома снизилась почти на 4%. Вот статья расходов на одежду и обувь, наоборот, выросла. Если год назад на них тратили 6-7% семейного бюджета, то после пандемии 11-16%. В связи с этим вопрос к вам. Вот Росстат, что говорит. Чек реально вырос средний. Это вот люди посидели дома, соскучились по красивой одежде, сняли свои халаты, бигуди распутали и побежали быстренько покупать все. Смотрите, мы сейчас можем проанализировать только первую половину этого года к первой половине 2020 года. Нас закрыли 27 марта на локдаун. А, ну, конечно, к первой половине он у вас вырос. Конечно, да. Соответственно, мы не смогли поторговать, не успели просто по полному ценнику. Соответственно, мы торговали уже с открытием дверей, с минус 50%, чтобы вытащить деньги и привезти осеннюю коллекцию. Поэтому средний чек вырос. Но если брать к 2019 году, средний чек упал. А может быть причина в том, как раз таки, что если верить аналитикам, люди стали больше покупать, однако выбирают более дешевые вещи. Например, если раньше там... Мы оттока клиента не замечаем. Постоянные все ходят, знакомые лица. Мы по картам смотрим. То есть всех невозможно знать в лицо. Поэтому аналитика есть в нашем программном обеспечении, который показывает долю постоянных клиентов. Она довольно-таки высокая, поэтому оттока нет. При этом доля нового клиента, она возросла к прошлому периоду. А у вас есть какая-то статистика хотя бы отток, не отток, качество, количество? Я хочу сказать, мы открылись 1 февраля в прошлом году, как раз пандемия. Нас через месяц закрывают. И просто вот так вот в шоке, как мы только открылись. И мы перешли на доставку, но нас самых первых открыли, потому что у нас отдельно стоящее помещение, отдельный вход. И люди стояли в очереди до улиц, просто на улице, чтобы зайти. Это действительно так было. У нас продавцы не справлялись от того, что было просто куча народу. И пока они открыли торговые центры, мы вообще просто работали. На износ. Потом, когда, конечно, открылись торговые центры, чуть-чуть был спад. Но вы в августе еще один магазин открыли? Когда все закрывались, не справлялись, вы расширялись. Я могу сказать, что на нас это как-то сыграло на руку. Потому что все закрылись, почему-то начали все закрывать свой бизнес. Все испугались, а мы только открывались. Начали активно вести рекламу. Люди не знали, где купить. Я сама лично развозила. Мы перешли на доставку. И так нас узнавали люди. И так мы смогли раскрутиться. И наоборот, нас много кто уже знает. И смогли среди такой конкуренции за один год так вырасти. Ксения, по идее же, отличная альтернатива премиуму – это локальные собственные бренды. Которые, не знаю, мне кажется, последний год вообще какой-то пик. И они востребованы во всех регионах. В России я вижу, что сейчас очень вырос спрос именно на одежду нашего производства российского. Потому что много брендов интересных, которые делают интересную одежду. И она инстаграмная. А сейчас время инстаграма. Все хотят сделать классный контент, сделать классные фотки. Если они видят, блин, как это круто смотрится. Я хочу себе тоже заказать. Хочу тоже так же выглядеть. Это сейчас вообще решает. То есть база не нужна, нужна модная, актуальная? Ну, на нас, я скажу, что да. На нашем бренде, если ориентироваться, да. Я думаю, я полностью соглашусь. Потому что сейчас вообще инстаграм вообще все решает. И красивые фотки все решают. Очень еще модно сейчас спортивные эти костюмы. Мне кажется, их сейчас каждый второй. Просто мне очень много кто начал отшивать свои костюмы. Потому что, ну, это реально сейчас модно. Серьезно, каждый второй. У меня знакомые отшивают эти костюмы. Первый раз я в Казани увидел какие-то вот такие уютные и приятные. И сейчас действительно это прибыльно стало. Преимущество собственного производства, как раз хотел добавить, в том, что можно реагировать на импульс рынка. То есть вот востребованы сейчас спортивные костюмы. И девушки, соответственно, ловят волну и отшивают, продают довольно-таки хорошо. Будут платья в пол, смогут быстренько перестроиться, да. Но вообще эксперты говорят, что после пандемии многие шоурумы закрыли магазины и перешли в онлайн. Какая ситуация с арендной площадью складывается в Тюмени? Мы спросили Наталье Девятковой, вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов. За 2020 год объем рынка электронной торговли в России увеличился на 52%. Арендовать, допустим, те же самые складские площади намного дешевле, чем, допустим, делать это в торговых центрах. Все эти торговые центры нуждаются в поиске новых арендаторов. И мы видим о том, что им нужна реконцепция. Потому что старые форматы классические уже не качают. Растет вакантность, то есть это свободные площади. И растет уровень дебиторки в торговых центрах. Итак, как после пандемии изменилось соотношение онлайн-оффлайн-продаж, мы спросили у президента крупной федеральной сети. Давайте послушаем. Еще до пандемии интернет рос быстрыми темпами, улучшались процессы, уменьшалась себестоимость некоторых процессов. И пандемия, это всего лишь ускорило эти процессы. И скоро мы увидим, что эти два канала продаж сравняются. Я говорю сейчас про одежную розницу. По крайней мере, у нас, мы надеемся, что это произойдет и в этом году. То есть наши все совместные интернет-продажи в маркетплейсах, в собственном интернет-магазине, в партнерских интернет-магазинах, они сравняются розничным продажам оффлайн. Хорошо или плохо, но это прогресс. Нужно привыкать покупать в интернете. Я сам лично в начале, так с опаской на это все смотрел, а сейчас привык. И, наверное, в моей семье эта доля уже достигла 75%. Ну, рано или поздно нас всех ждет, наверное, такие же цифры. Но при этом я не думаю, что оффлайн когда-нибудь умрет. Он будет всегда. Кому-то нравится оффлайн. Так что покупайте там, где вам удобно. Главное, покупайте. Ну вот немного мы в студии уже начали говорить про онлайн-продажи, про продажи с доставкой. Между тем, большие онлайн-магазины замечают сейчас уже некоторую усталость посетителей от онлайн-покупок. Снижение выручки на третий квартал текущего года уже спрогнозировал для себя неплохо заработавший на пандемии Амазон. Российские интернет-платформы пока чувствуют себя стабильно. Аналитики одного из платежных сервисов провели собственный опрос, который показал, что порядка 40% россиян в месяц совершает до четырех покупок онлайн. Ну, я не только про одежду, а, конечно же, в том числе и про продукты говорю. С нами на связи руководитель пресс-службы крупнейшего в стране онлайн-магазина Азон Анастасия Самойл. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение в эфир. Очень интересная дискуссия. Нам очень будет интересно от вас услышать. Я понимаю, что наверняка это все на поверхности, но все-таки. Насколько выросли онлайн-продажи и вот после смены, снятия ограничений поменялось ли что-то? Упали ли продажи онлайн? Вы совершенно правы в том, что пандемия, она стимулировала отрасль онлайн-торговли по понятным причинам, в том числе водоросли одежды, которые мы сегодня обсуждаем, потому что многие магазины вынуждены были закрыты на карантин, на самоизоляцию. И для них онлайн-площадки фактически стали единственным каналом дистрибуции. Если говорить про продажи в целом по Азон, то во втором квартале прошлого года, на который пришлась самая активная самоизоляция по всей стране, продажи у нас выросли в три раза. Это вообще был один из самых рекордных кварталов по продажам. А что касается одежды, то в категории одежды продажи выросли в четыре с половиной раза, то есть на 350% за это время. И это, конечно, связано с тем, что люди, находясь дома, обновляли гардероб комфортной одежды. Большинство продаж одежды в этом сегменте приходилось на домашнюю одежду, на спортивную форму, потому что люди стали дома заниматься спортом, потому что им не хватало активности. Вот такие тенденции. По итогам года в целом продажи одежды у нас выросли в три раза, при том, что весь рынок онлайн-продаж одежды вырос на 35% по данным аналитиков. А сейчас как себя чувствуют, собственно, онлайн-магазины? Что-то поменялось? Потому что в большинстве регионов все-таки открыли. Я вам просто по собственному опыту скажу. Я пришел в прошлую весну с тем, что у меня не было определенной сезонной одежды. И мне пришлось заходить, конечно, на сайты, искать, смотреть. Благо, большие бренды сделали большие скидки. Это тоже было достаточно хорошо, как раз во время начала пандемии в стране. Сейчас что-то изменилось обратно? Откатываемся? На самом деле нет. И это связано не столько с тем, что строгий карантин закончился. Это связано с тем, что люди, попробовав онлайн во время пандемии, почувствовали его выгоды, почувствовали выгоды быстрой доставки, большого ассортимента. Потому что у нас на платформе, например, представлено 19 миллионов товарных наименований. Это как несколько стадионов с товарами. Таким образом, здесь кто угодно может найти на любой вкус и ценовую категорию, что ему нужно. И мы видим на самом деле рост частотности заказов. То есть люди не уходят с онлайн-площадок. Если, например, в марте у нас частотность заказов на одного человека в год была примерно 5,9, то годом ранее 4,4 заказа. Ну, то есть, понимаете, на несколько десятков процентов увеличилась частотность. Это значит, что для людей поход на онлайн-площадку, на marketplace все ближе становится к опыту оффлайна. И мы, конечно, стараемся это поддерживать, эту тенденцию. Например, что касается одежды, пункта выдачи, в которых большинство заказов получается, мы оборудуем примерочными, просторными для того, чтобы можно было сразу примерить, что там подошло оставить, что не подошло вернуть. Мы упрощаем процесс возврата средств и так далее. Для нас, конечно, очень важно перенести опыт оффлайна в онлайн. Ну, вот вы сейчас в основном про Россию уже, наверное, статистику приводили. Насколько я знаю, Озона существует доставку практически по всему миру. Как в других странах изменились эти показатели? Или, в принципе, ситуация везде примерно одинаковая? Простите, не могли бы вы просто повторить? У меня как будто бы пропала связь. Я так понимаю, что вы нам озвучивали статистику по России, насколько увеличились покупки, продажи в интернете, конкретно в Озоне. Но у вас же доставка есть по всему миру. Там такой же высокий рост? Или, не знаю, ассортимент, который люди выбирают? Или есть различия в других странах? Да, я поняла ваш вопрос. Смотрите, Озон ориентирован, конечно, на внутренний рынок, в первую очередь, потому что, на самом деле, проникновение онлайн-торговли в России, оно по сравнению с развитыми рынками очень невысокое. То есть примерно 8-9% покупок в деньгах совершается только в онлайн. У нас огромный потенциал роста. И сейчас мы действительно доставляем за рубеж, но это своеобразные категории товаров. Это товары, которые на других рынках, возможно, не так просто найти. Например, очень популярны за рубежом книги на русском языке. Это одна из самых популярных категорий, потому что живет много соотечественников наших, бывших в ближайшем зарубежье, и в Америке, и, например, в Израиле, и в Европе. И они заказывают литературу на русском языке регулярно, постоянно. И продажи эти растут для того, чтобы поддерживать знание языка. Причем там в литературе детская литература доминирует. Понятно, что хотят поддерживать знание у детей. Также, например, в Казахстане или в Беларуси самыми популярными категориями покупок на нашем маркетплейсе являются продукты питания, необычные. Например, продукты для ЗОЖ. Это кокосовое масло или чипсы нори. Можно долго перечислять. Это некая такая экзотика в продуктах. Там, куда доставка немножко дольше, конечно, покупают особые категории товаров, которые, скажем так, несложные подождать. Мы сегодня говорим очень много о подорожании одежды. Все-таки, есть ли у вас какое-то понимание, что-то изменится к осени или нет? И что, собственно, производители готовят? Какие-нибудь сейлы? На зоне это достаточно распространено. Смотрите, здесь действительно надо разделять онлайн и оффлайн. То, что вы обсуждали с коллегами в предыдущей части эфира, конечно, обусловлено ситуацией в основном с логистикой, с контейнерами-привозками, которые подорожали. Но особенности маркетплейса в том, что здесь действительно большой выбор. И если смотреть на сумму среднего чека, то мы видим, как он сокращается. Потому что, да, это связано в том числе, что люди выбирают что-то себе более по карману, если у них там падает располагаемый доход. Если брать статистику онлайн-продаж по всей России, то за прошлый год средний чек снизился на 3%. Он составляет примерно 1800 рублей. Это вот данные аналитиков Data Insight. Что касается нашей площадки, то мы тоже видим небольшое снижение среднего чека, но при этом мы видим увеличение частотности. Это значит, что человек может сегодня купить покупку, сделать покупку несколько более дешевую, но он, скорее всего, придет через месяц или через два за ней еще раз. Ну, нужно в любом случае попробовать. Могу сказать по себе, когда пришел, собственно, тоже на онлайн-покупки. Спасибо большое. На связи со студией была Анастасия Самойлова, руководитель пресс-службы компании «Азон». Ксения, ну вот смотрите, у вас собственный бренд одежды. «Азон», «Валдберес», это же огромная аудитория. Но я не нашла ваш бренд на этих площадках. Почему туда не идете? Искала. Ты моя хорошая. Мы прямо сейчас готовим первую поставку, отшиваем ее и отправляем, наверное, буквально через неделю на «Валдбересы». Вот так. До этого мы этого не могли сделать. Я очень хотела, я уже давно сделала сертификат на одежду, который нужен туда, для «Валдберес». Но я не могла, потому что у нас постоянная очередь. То есть я не могу свой магазин спрос обеспечить, и мне нечего отправлять. А там нужно постоянно поддерживать... Еще и швейли стоит дороже, да? Да. А там нужно постоянно поддерживать поставки, либо твой рейтинг магазина будет падать. То есть, ну, это ответственность. Вот сейчас я уже могу это обеспечить, и вот сейчас будем отправлять. Вот недавно в Тюмени проходил форум о том, что очень важны сейчас кадры в «Диджитал». Потому что специалисты «Диджитал» нужны не только людям, которые занимаются компьютерами, которые занимаются интернет-магазинами, но и, собственно, любому человеку. Это будет ресторан, это будет марка одежды или что-то еще, да? Потому что эту площадку открывать нужно в любом случае, да? Все-таки онлайн-продажи вот у тех, у кого есть, это какая доля на данный момент? Ну, вы вообще начинали с этого, да? Процентов 30-40. 30, ну, это достаточно много, да? Ну, сейчас вообще в Инстаграм все. И у нас очень много доставок. Мау, Янау, все вот эти ближайшие, мы каждый день прямо отправляем. Это все в онлайн тоже перевели? Это все. Достаточно безболезненно, да? Дмитрий, вы не... У вас есть интернет-магазин, я посмотрела. Мне интересно вот что. При таком количестве... Иначе бы другому я не представлял бы, да. Потому что я не посмотрела в магазин, да? Я изучила этот вопрос, конечно. Цена онлайн и офлайн различается или нет? Потому что в премиум-сегменте у вас в сети огромное количество конкурентов. Люди могут, не знаю, там из Америки заказать, из Италии напрямую. И, естественно, это будет дешевле, чем в магазине. Да, действительно, есть такая загвоздка, да, в том, что есть американские сайты, но и есть, опять-таки, риски. Все, что стоит дешево, всегда рискованное. Можно попасть не на допросовольственного. Можно на официальном сайте заказать, и там тоже будет в Америке дешевле. Да, но вот, знаете, у меня недавно подруга моей жены обращалась с вопросом, заказала себе шлем мотоциклетный, и не могла его растаможить в Екатеринбурге, дешелем его отправили, тоже на американском сайте. Поэтому здесь надо смотреть, что именно и какие нюансы есть. У вас в интернет-магазине что-то покупают, доля какая-то есть в продаже? Конечно, пандемия внесла свои корректировки. Мы за месяц написали свой собственный сайт, интернет-магазин. Сейчас его перерабатываем. Примерно у нас 10% от доли оффлайна это занимает онлайн-продажи. Ну, вообще, в 2020 году россияне потратили 3,22 триллиона рублей на онлайн-покупки товаров, что в полтора раза больше, чем в 2019-м. Стремительный рост продолжается и в этом году. Однако рост не только покупок, но и обмана. Причем мошенников в сети сейчас встретить проще, чем на улице. В 2021-м на 20% стало больше случаев кражи персональных данных и данных платежных карт. Как приобрести в онлайне и не потерять в реале? Узнаем у ведущего аналитика компании SearchInform на связи со студией из Москвы Леонид Чуриков. Часто разговариваем с этими специалистами. Здравствуйте вам. Основные правила все-таки покупки в интернете. На что, прежде всего, необходимо обращать свое внимание, чтобы не попасть на мошенников? Здравствуйте. Есть несколько простых, но важных правил, которые не лишним будет соблюдать каждому. Первое правило общеизвестное, но, тем не менее, соблюдают его не все. Оно связано с заведением отдельной карточки для интернет-покупок. Это может быть физическая или виртуальная карточка, на которой вы храните либо конкретную сумму под конкретную закупку, переводите непосредственно перед этой покупкой, либо, если ваши привычки к этому у вас не позволяют делать это, вам так некомфортно, тогда вы храните там сумму средней покупки регулярной, чтобы она морально и физически вас не уничтожила. То есть вы готовы были бы с ней, в принципе, расстаться. То есть не стоит совершать покупки с карточки, на которой вы храните основные деньги, например, с основной своей зарплатной карты. Это первый важный момент. Второй момент – это не стоит доверять ни инновационным, ни каким-то неизвестным вам схемам оплаты или доставки. Особенно, если они называются супербезопасная оплата или сверхбезопасная доставка и так далее. То есть если это проверенные лично вами или вашими хорошими знакомыми схемы, тогда да. Если эту схему вы видите впервые, желательно относиться к ним с очень большой настороженностью. Так все-таки безопаснее оплачивать карты или можно пользоваться спокойно Apple Pay, Google Pay у них? Действительно. Если вы пользуетесь системой платежей, привязанной к вашему смартфону, например, от одного производителя и от другого, то злоумышленники, которые похитят, например, эти данные, они не увидят номера вашей карты. Они увидят некий код в лучшем случае. Если удачно сумеют эти данные скопировать ваши, они увидят код. Но, тем не менее, с помощью этого кода, поскольку в той же системе Apple Pay предусмотрена верификация, например, пин-кодом, они смогут провести неоднократные платежи. То есть теоретически это делает возможным многократный вывод денег с вашей карты, даже с учетом того, что они не знают ее номера. То есть в принципе это не абсолютно безопасный способ, но в чем-то он безопаснее, чем оплата карты. И опять-таки не стоит привязывать к этой системе ту карту, на которой у вас хранятся основные средства. Потому что имейте в виду, что этими платформами программно-аппаратными, к которым привязаны ваши платежные средства, активно интересуются мошенники. Но еще же существует специальный кэшбэк-сервис. Заходишь на такой сайт, уже с него открываешь интернет-магазин, выбираешь товар, оплачиваешь. С покупки начисляется кэшбэк на счет. Насколько это безопасно? Можно ли такой системой пользоваться или рискованно? Существуют такие сервисы, они активно развиваются. И вот с этим я бы связал основную опасность. Потому что понятно, что кэшбэк – вещь приятная. Всегда приятно его получить. И мы ищем этих так называемых агрегаторов над агрегаторами. Потому что платежные сервисы – это уже агрегаторы. Они агрегируют продавцов, магазины и так далее. И есть некий агрегатор, который агрегирует вот эти вот маркетплейсы и договаривается с ними о дополнительном кэшбэке. Значит, с учетом того, что эти сервисы появились не так давно, и некоторые из них, самые популярные, развиваются очень быстро. Переход от количества пользователей тысяч к сотням и тысячи, даже миллионам, он всегда связан с риском того, что ваша информационная безопасность этого сервиса не успеет за вот таким ростом абонентской базы. То есть, в принципе, сам по себе этот сервис – тут два фактора. Он, с одной стороны, такой же маркетплейс, как и магазин, и примерно в той же степени защищен. С другой стороны, вот этот быстрый рост не всегда способствует росту информационной безопасности. А с третьей стороны – это дополнительная прослойка. То есть, это вместо одного риска, которым был один магазин или один сервисный центр, у вас появляются два – магазин и еще одна прослойка. Но многие интернет-магазины сейчас работают через Инстаграм. В этом случае чаще всего оплата происходит посредством перевода на счет или карту. Понятно, что много случаев обману. Когда человек переводит деньги, а товар не получает. Но есть и те, кто работают честно. Как вот раскусить мошенников? Определить, кто есть кто? Ну, самый банальный признак, который виден сразу – это свежесозданный аккаунт с однотипными фотографиями. Если мы сомневаемся в этом, скорее всего, у человека есть аккаунты не только в Инстаграме, но еще и в других социальных сетях. Попросите обменяться вот этими контактами и найдите о нем какую-то дополнительную информацию и общих знакомых в этих соцсетях. Как правило, мы сейчас все знакомы через третье рукопожатие, и можно что-то узнать об этом человеке. Если это персона, о которой никто ничего не знает, либо он категорически против или она, значит, того, чтобы поделиться какими-то контактами, ну, это, значит, признак того, что стоит насторожиться. Леонид, спасибо за полезную информацию. На связи со студией был ведущий, аналитик компании Search Inform Леонид Чуриков. Ну, какие выводы я могу ждать? Как-то у нас все пока нормально. Видимо, какая-то абсолютно прекрасная Тюменская область, и не особо у нас растут цены на одежду. Спасибо большое гостям студии. У нас еще впереди финальная часть программы, и вот о чем мы в ней поговорим. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok